Сочи – город для парусного спорта, но здесь не всегда ясная погода считается благоприятной для яхтсменов. В первый день соревнований выход в море откладывался до появления хоть малейшего дуновения ветерка, ведь при полном штиле провести гонку просто невозможно. Когда полный штиль, доска не идет прямо, то есть как бы ты ни старался, как бы ты ни махал парусом, доска будет вот так вот на месте, тусоваться и все. Тем не менее, яхтсмены не теряют надежды, они готовят свои доски и паруса. В этих соревнованиях будут участвовать яхты класса RSX с высотой паруса 8,5, олимпийского 9,5, а также класса FIN. В флот собран сильнейшее и большинство спортсменов – призеры международных соревнований. Под стать уровню участников и маршрут гонки на борьбу выделяется ровно 90 минут. Производится старт, потом яхты идут против ветра, в лавировку, все яхты. Затем опускаются на второй знак, он ниже судейского судна, опять идут на первый знак и опять на второй, потом после этого на второй знак и финишируют. Борьба за Кубок России продлится до 23 мая. И помимо получения главного трофея у яхтсменов, есть возможность по итогам соревнований попасть в сборную России в классе RSX, а также принять участие в гонках Спартакеады, которая пройдет в начале августа в Тольятти.